Субтитры сделал DimaTorzok И да, это не видео сладкого маффина, но если вы хотите посмотреть видео сладкого маффина, вы можете перейти к вас в ссылке внизу в описании. Сегодня в файле на мой влог. Сейчас уже около 10 часов утра, я хочу помыть голову, мыться и сходить в магазин, потому что надо закупить немного продуктов и еще кое-что купить для мамы на фразила. И да, сейчас я буду собираться, у нас сегодня такое замечательное солнце. Я просто обожаю, как в моем доне по утрам, вот именно на моем этаже на втором, падает всегда свет и лучи солнца, вы посмотрите просто. Красота какая, и получается даже очень классные фотки. Окошко только грязное. У нас всегда вот оттуда идет восход, да, восход. И очень красиво падает только все солнце. Так что да, сейчас я буду мать голову. У меня, кстати, в последнее время так много терхоти. И если вы знаете какое-нибудь средство от терхоти, как избавиться, напишите, пожалуйста, внизу в описании, в комментариях, не в описании. Потому что я пользуюсь вот таким вот шампунем шаума, самый обычный от терхоти. Он раньше мне помогал, а сейчас видно резко снега погоды, раз зима пришла и все такое. Да, у меня там задний фоник в одинки чистая, если я-то вчера их чистил, чтобы убрать. И это... Я говорил про шампунь, да? Короче, он мне как-то не стал подходить, я думаю, посмотреть новое. Но если вы знаете какое-то средство, там, может, народное или еще что-то, напишите в комментариях, будет интересно почитать. Или как вы избавлялись от терхоти. И да, сейчас буду собираться и пойду. Я уже иду на улице. Погода сегодня, как я говорил, хорошая. Очень даже хороший антифлоток. Я хожу все еще в своем поле тонко, потому что реально на улице очень даже тифло. Вышел сейчас на улице, повыдирать снег, потому что тут немножко есть ретинку, надо почистить и там за воротами. Вот там хоть сидит. Сегодня такая, как я уже говорил, заснеженная немножко погода, снег идет. Такой мелкий пролетает. И что еще? Вообще прохладно, знаете, так немножко. И вот тут надо еще поднести, чтобы было в порядке. И, кстати, в следующем видео мы с вами... Послушайте это, да, это на этом... На снег охоте приехали. В следующем видео с вами украсим елку, расправим ее немножко, хорошо сделаем. Хать, там гавкет. Так что, да, сейчас я хочу убрать снег. А потом, не знаю, пойдем с вами приготовим что-нибудь покушать. Так, я уже пришел домой. Если уж покажу, что я купил, я купил вот такую вот фаленку для мамы. Она красива, потому что ей там заказали на фладелке. Потом дальше я купил вот такое вот течение тук с птицей. Мы под сегодня время его едим, потому что, в принципе, она вкусная. Вот такое вот течение купил. Голтинит. Не знаю, не понравилось, как оно выглядит, поэтому я взял, она там стоила что-то. Рудик, где-то 89 за такую фоковку. И лавашин. И филе куриное. И вот, кстати, вот это вот течение. Лавашин. Вот это течение я взял с нашей вручай-картой. Вот, пятерочки. Я думаю, у многих такая есть, вот такая вот карта вручай. У нас очень много фаллов, поэтому... Этого, что на... Сейчас покажу, вот чек лежит. Зафиксируется. Короче, вышла у нас у меня на 206 рублей. Марсель догавкал. На 206 рублей. И расхватился я вот этими фаллами из вручайки. И у меня тут еще осталось фаллов на вручай-карте. 2060. То есть, ну как бы еще очень много фаллов осталось. Поэтому вот я решил, и там все, у меня флосочислено еще плюс 30 фаллов. Ой, 300 фаллов. У них как-то фаллоносы не шли. Короче, да. Кстати, я только заплатил за эту грудку. И за вот эту пленку. Ну, грудка от другой магазине купала пленку тоже. Вот такие вот пищенинки. Вы знаете, с виду они выглядят очень аппетитно. И на запах тоже. Даже как на картинке. Даже на вкус вкусно. Так что да, это хорошее пищение. Да, вообще... Так, фокус. Фокус. Вот. Я уже прошел на первый этаж. Сейчас будем вот тут вот на дохрепараться. То есть все загрузить в посуде-мойку. И будем с вами готовить кушать. Ну что ж, сегодня на ужин у меня будет зеленый горошек. Капуста, которую я вчера съел большую часть. Огурек. Все это будет справлено. Садим. А у меня везде будет вот этот прекраснейший виноград. Что мы будем готовить? Мы будем готовить с вами скорее всего курицей пожарим. И это с луком. Это не что-то собака. И с вот этими макарошками пожарим. Кстати, если вам интересно как вот у меня тут вообще на кухне все лежит в ящиках. Напишите в комментариях. И в следующем видео я вам обязательно покажу. Даже у меня в принципе в ящиках ну порядок. Все так лежит. Все как надо. Так что да. Сейчас будем готовить. Курица уже готова. так что показывать не буду. Это было в предыдущем вроде бы видео. Так. Ну и вот что у меня получилось. Макароны с курицей. Кстати, это для самого макароны которые оформлены эти терочки. Но они потом все развариваются. И превращаются непонятно во что. В общем, сейчас мы будем кушать. И всем приятного аппетита. Ну и на этом все. Мое видео подошло к концу. Спасибо, что вы достались со мной до конца. Не забудьте подписаться на мой канал. А также подписаться на канал моих друзей. Это на канал моей мамы творческий полаганчик Анастасии. А также на канал Сладкого Маффина чьи ставки увидели сегодня. Все ссылки на них вы найдете внизу в описании. Так что давайте дружить. Подписывайтесь на меня. Подписывайтесь на мою маму. Подписывайтесь на Сладкого Маффина. Заходите к нам. У нас хороший котик. Нам будет очень приятно если вы подпишитесь и также пишите в комментариях что вы дружите со мной или с ней. Мы всегда рады дружке. Так что да. Все с руки на меня на канал друзей. Не зовите Саня. И всем с вашей взрослой просмотр. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok